Привет, друзья! Как вы видите, в Эстонию пришла зима. Вроде бы только вчера было лето, и мы бегали в футболках и в кепках, а сегодня на улицу и без куртки не выйти. Но разговор будет сегодня не о суровой эстонской зиме. В этом выпуске поговорим мы о камерах, о скоростных камерах, которые установлены вдоль всей трассы Нарва-Таллинг. Ни для кого не секрет, что эти камеры установлены не для того, чтобы вас штрафовать, а для того, чтобы усмирять лихачей, которые гоняют по нашим с вами дорогам. И таким образом камеры сохраняют им жизнь даже. До меня дошел слух, что не во всех ящиках установлены камеры, и что в некоторых ящиках ничего нет. Там пусто. Но я, конечно же, в это не поверил. И со временем, проезжая мимо этих камер, я начал замечать, что через стекло на передней панели видно заднюю стенку ящика. И я начал сомневаться, есть там все-таки камеры или их там нету. Итак, давайте проверим. Поехали! Сейчас мы находимся у камеры, которая находится в Конью, направление Таллинг-Нарва. Сейчас проверим, есть ли там камеры внутри в этой коробке. Камеры установлены. Камеры находятся. Все, две штуки, да, там внутри. Их видно отсюда хорошо. Так что в этом боксе есть камеры. Камера в Конью, направление с Нарвы в Таллинг. Камера на месте. Это видно. Вон они стоят. Сейчас мы поедем, съездим еще в два места, где установлены такие же камеры. И посмотрим, есть в боксах камера или нет. Сейчас мы будем проверять камеру, которая находится на повороте. Местечке называется Хиемеца. После поворота на Ауэре. Сейчас проедут машины, и я посмотрю, есть ли там камера. А вот смотрите, камеры нет. Бокс пустой, камеры нет. Я не знаю, как вам видно, не видно. Вспышка стоит, а камеры нет. Так что слухи о том, что не во всех боксах стоят камеры. Это чистая правда. Не знаю, сейчас камеру близко-близко подведу. Чтобы вы видели, что внутри пустота. Так что бокс для камеры по направлению Нарва Таллинг в местечке Хиемеца пустая. Сейчас мы поедем в то место, там стоит еще одна камера, и посмотрим, что там. Я сейчас пробираюсь в следующей камере, которая находится также после поворота Ауэре. Мы проехали буквально тут 500 метров, и стоит следующая камера. Сейчас мы посмотрим, есть ли внутри что-то или нет. В этом корпусе камеры установлены. Идет характерный шум. Так что камера работает. То есть по направлению из Талина в Нарву, после поворота на Ауэре, камера установлена. Сейчас мы поедем дальше. Поворот Водова. Там еще стоят две камеры. Посмотрим, как там. Обстоят дела. Мы приехали в следующее место, где установлены камеры. Это поворот на Сады Водова. Блин, тут надо еще перепрыгнуть через такой ров. Залезть бы еще сюда. По направлению Сталина в Нарву камера установлена. Жужжит. Все в порядке. Вот там напротив есть еще одна камера. Посмотрим там, есть или нет. Пробираемся к камере, которая установлена на противоположной стороне дороги. Сейчас мы к ней подойдем. И посмотрим, есть ли там камера или там пустая коробка стоит, как это уже было в местечке Химеца. Так, подходим к камере. И вот она. Камера установлена. Жужжит. Там даже горят какие-то лампочки зеленые внутри. Водова. В обеих боксах установлены камеры. В обоих направлениях. То есть, если ехать из Нарвы в Таллинн стоит камера. И если ехать из Таллина в Нарву, тоже установлена камера. Делаем выводы. Слухи о том, что не во всех боксах установлены камеры подтвердились. В одном из боксов в местечке Химеца не было камеры по направлению из Нарвы в Таллинн. С чем это связано, приходится только догадываться. Может быть, у установщиков камер просто не хватило камер. Или не хватило денег, чтобы установить все камеры. Или же камера просто сломалась. Ее отправили на ремонт. Или я даже не знаю, что. Или они просто-напросто время от времени меняют камеры. То есть, ставят из одного места в другой. Таким образом они экономят на камерах. Машины ездят, тормозят. Все боятся этих камер. Камеры коварные. Они контролируют скорость. И сами выписывают штрафы. На этом мы заканчиваем этот выпуск. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. То, что не везде установлены камеры. Всем до новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, вот, всё, давай. Сейчас ещё расскажу. Ни для кого не секрет, для чего установлены эти камеры. Ни для кого не секрет, для чего установлены эти скоростные камеры. Они установлены не для того, чтобы вас штрафовать, а для того, чтобы усмирять лихачей, которые носятся по нашим дорогам эстонским, чтобы усмирять лихачей, которые носятся по нашим эстонским дорогам. А это не их дороги, только наши цифры. По нашим с вами дорогам, это не их дороги. Вот. И я начал сомневаться, и я начал сомневаться, есть там всё-таки камеры или нет. И мне захотелось проверить на самом деле, там они или нет. И, наконец-то, решил проверить. И мы, наконец-то... И я начал сомневаться, есть ли там камеры на самом деле или их там нет. Вот. И я начал сомневаться. Всё-таки... Да, и у меня... Да как же? Я не над тобой, я вспомнила, как медведи-мариканку. Я просто думаю, как вот снимают люди репортажи, и стоит вот этот, и ржёт на чём. Вот. И мы решили проверить. Да? Да. Ну, всё, наверное, хватит. Ну, поехал. Поехали. Всем пока смотрите наш выпуск про камеры. Он будет очень интересный. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Поехали, мой. Я уже уши замёрзли. Если кто-то не записался, будет пипец.